Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видеоролике я хотел бы просто и интересно рассказать о программе LMMS. С ее помощью на компьютере можно создавать различные треки или же редактировать уже записанные аудиозады. Стоит отметить, что эта программа рассчитана на широкую аудиторию. Начиная с подростков, которые пытаются как-то экспериментировать со звуком, я жду профессиональных музыкантов. Ее могут использовать педагоги-организаторы, работники домокультуры и другие творческие люди. Приятно осознавать, что LMMS бесплатная и кроссплатформенная. Или говоря простым языком, ее можно использовать на компьютерах и ноутбуках с различными операционными системами. Примерами кроссплатформенных программ являются Zoom-видеоконференции и VLC-плеер. Кстати, LMMS это аббревиатура, которая расшифровывается как Linux Multimedia Studio. У меня, кстати, на канале есть видеоролик, в котором я рассказываю о своей операционной системе, которая тоже на ядре Linux основана. Это Xubun. Если интересно, можете посмотреть и сравнить, чем она отличается от Windows. Но поскольку LMMS стала популярной, она как бы завоевала уважение в кругах музыкантов, то возникла потребность создать дистрибутивы для Windows и для Mac. Поэтому она доступна для трех операционных систем. По сути, LMMS это секвенсор и цифровая аудиостанция. По-английски Digital Audio Workstation. Сокращенно обозначается аббревиатурой DAW, или как у нас в народе говорят просто DAW. Аналоги LMMS это всем известные FL Studio, Steinberg Cubase, Ableton, Reaper и куча других программ. Конечно, ради справедливости стоит отметить, что по функционалу LMMS не так богата своими возможностями, как платные Pro-версии выше упомянутых секвенсоров. Но даже той начинки, которая у нее заложена, достаточно, чтобы создать хорошую аранжировку. Мы прекрасно понимаем, что не инструмент красит мастера, а мастер красит инструмент образного. К тому же следует учесть тот факт, что LMMS способна поддерживать кучу сторонних плагинов. И загрузив и восстановив их, ее возможности расширяются. Особого внимания заслуживает сайт данной программы. Там вы можете найти, к примеру, руководство по эксплуатации, в котором очень подробно рассказывается, как использовать эту программу. Правда, это инструкция на английском языке, но на сегодняшний день это не проблема, учитывая, что есть Google Translate. Интересен также раздел Projects. Там находится более 10 тысяч готовых проектов. Для удобства они распределены по различным музыкальным стилям. Можно скачивать и использовать эти референсы для своих каких-то трэпов. Особого внимания заслуживает раздел учебник. Он будет очень интересен новичкам. Потому что там находятся такие проекты, которые ориентированы на обучение. Они разбиты на три категории. Первая это для продвинутых пользователей. Вторая для новичков. И третья это разная. Поэтому можно скачать какой-то проект из раздела учебник. Довольно часто там бывает так, что даже подписано, что зачем, какие аккорды используются, где вступление, где партия баса, где соло. То есть все рассказано. И просто на основании этого делать что-то свое. Учитывая эти возможности, это даже некий образовательный портал. Ну и конечно же, как настоящая цифровая радиостанция, она способна поддерживать MIDI-клавиатуру. И различные другие MIDI-устройства. Ну и давайте в конце поговорим о системных требованиях. Если говорить простым языком, она может работать на стареньком ПК, даже десятилетней давности. Давайте вначале внимания обратим на минимальные требования для работы. Процессор. Два ядра, полтора гигагерца. ОЗУ один гигабайт. Винчестер, то мегабайт свободного места. Также делается оговорочка, что LMMS может запускаться и на менее производительных ПК, но при этом разработчик не гарантирует стабильность работы программы. Рекомендуемые требования. Процесс. Четыре ядра, два гигагерца. ОЗУ. Четыре гигабайта. Пол гектара на Винчестер. То есть, видим в принципе, на сегодняшний день не такие уже и завышенные требования. Правда, опять-таки, делается оговорка, что больше ядер процессора, более высокая тактовая частота, дополнительные планки ОЗУ дают возможность работать с более серьезными проектами. Но, как правило, проекты, где там накладывается целая куча эффектов, используется отдельная шина для вокала, шина для ритма партии, для чего-то еще. Они в каких-то профессиональных коммерческих проектах используются. Там уже другие используются секвенсеры. Но, в принципе, ЛММС тоже справится с этой задачей, если ей дать соответствующее железо. Но в большинстве случаев, как мы говорили, что и используют музыканты-любители, или те, которые не шибко богаты деньгами, на какие-то другие, да, более дорогие и платные секвенсоры. Поэтому можно использовать и не на дорогих машинах. К примеру, даже вот на ноутбуке, на дорогих машинах. И к тому же, вы можете, если не хотите работать на Linux, использовать ее на Windows. У меня, кстати, был недавно случай такой. Я для близкого человека покупал ноутбук, который привезен из Европы, и легальным способом установил туда лицензионный Windows 10. Машинка хорошая, работает. Ну, даже используя такой подход, можно купить где-то БУ-системный блок, ноутбук, и установить, и работать. То есть, для творчества нет особо никаких ограничений. Лишь бы было только желание и усердие. Ну, я думаю, на этом стоит закругляться. В принципе, той информации, которую я сказал, уже достаточно, чтобы сделать определенные выводы об этом секвенсоре. Ну, а если хотите узнать больше, я опять-таки рассказал, где это можно найти. Оставлю ссылочки в описании на официальный сайт. Не забудьте, кстати, подписаться на канал, нажать на колокольчик, потому что, к сожалению, большинство зрителей это новые люди. А те, кто раньше смотрел, как не очень возвращаются на канал, поэтому буду вам признателен за поддержку. Ну, и спасибо за просмотр. До новых встреч на YouTube! Субтитры сделал DimaTorzok